Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Альфред Бестер «Тигр! Тигр!» читает Олег Шубин Пролог То был золотой век, время накала страстей и приключений, бурной жизни и трудной смерти. Но никто этого не замечал. То была пора разбоя и воровства, культуры и порока, столетия крайностей и извращений. Но никто его не любил. Все пригодные миры Солнечной системы уже были заселены. Три планеты, восемь спутников, одиннадцать миллиардов людей сплелись в единый клубок самого захватывающего века в истории. И все же умы томились по иным временам, как всегда, как везде. Солнечная система бурлила жизнью, сражаясь, издыхая, пожирая все на своем пути, схватывая новые науки, прежде чем познавались старые, вырываясь к звездам в глубокий космос. И все же... Где новые границы, причитали романтики. А новая граница человеческого ума открылась на заре двадцать четвертого века в трагическом происшествии в лаборатории на Каллисто. Один исследователь по имени Джанте случайно устроил пожар и возобил о помощи, естественно, подумав в первую очередь об огнетушителе. И вдруг оказался рядом с ним, хотя баллончик находился в семидесяти футах от лаборатории. Телепортация, перемещение в пространстве усилием воли – давняя теоретическая концепция. Сотни ничем не подкрепленных утверждений о том, что подобное случалось раньше. И вот впервые это произошло на глазах у профессиональных наблюдателей. Ученые набросились на эффект Джанте яростно и безжалостно. Церемониться с таким потрясающим событием? Дэйсан Джанте горел желанием обессмертить свое имя. Он написал завещание и распрощался с друзьями. Джанте знал, что идет на смерть, так как его коллеги хотели убить его. 12 психологов, парапсихологов и нейрометристов собрались в качестве наблюдателей. Экспериментаторы поместили Джанте в прочнейший стеклянный сосуд. Открыли клапан, пуская воду в сосуд, затем сорвали запорный кран. Теперь было невозможно разбить стенки и выбраться наружу, как, впрочем, и остановить поток воды. Теория предполагала, если угроза смерти заставила Джанте телепортировать в первый раз, ему надо устроить неминуемую гибель во второй, сосуд быстро наполнялся. Ученые записывали свои наблюдения. Джанте начал захлебываться. Затем он оказался снаружи, судорожно втягивая воздух из пазматической кашля. Его расспрашивали и исследовали, просвечивали рентгеновскими лучами, производили сложнейшие анализы. В обстановке секретности стали набирать добровольцев самоубийц, находившихся на примитивной стадии. Другой шпоры, кроме смерти, не знали. Добровольцев тщательно обучали. Сам Джанте читал им лекции о том, что и как он делал. Потом их убивали. Сжигали, топили, вешали, изобретали новые формы медленной смерти. 80% испытуемых погибло. Многое можно было бы рассказать об их муках и агониях, но это не для нашей истории. Достаточно сказать, что 80% испытуемых погибло, а 20% все-таки джантировало. Имя сразу превратилось в глагол. Знания об этом явлении становилось все больше и больше. В первом десятилетии 24 века были установлены принципы джантации и открыта первая школа, лично Чарльзом Фортом Джанте, в то время 57-летним, бессмертным и стыдящимся признаться, что он больше никогда не осмелится джантировать. Но те примитивные дни ушли. Исчезла необходимость угрожать человеку смертью. Люди постигли, как распознавать, подчинять и использовать еще один резерв их неисчерпаемого мозга. Джантировать способен всякий, если он в состоянии видеть, помнить, концентрировать свою волю. Надо только отчетливо представить себе место, куда собираешься себя телепортировать и сконцентрировать латентную энергию мозга в единый импульс. Кроме всего, нужно иметь веру. Веру, которую Чарльз Форд Джанте безвозвратно утратил. Малейшие сомнения блокируют способность телепортации. Свойственные человеку недостатки неизбежно ограничивали джантацию. Некоторые могли блестяще представлять себе место назначения, но не обладали энергией, чтобы попасть туда. Другие в избытке имели энергию, но не видели, если можно так выразиться, куда джантировать. И последнее ограничение накладывало расстояние, ибо никто никогда не джантировал более чем на тысячу миль. Вскоре стала обычной следующая анкета. Имя, место жительства, джант-класс, M – 1000 миль, D – 500 миль, S – 100 миль, L – 50 миль, H – 10 миль, V – 5 миль. Несмотря на все усилия, ни один человек не джантировал в космос, хотя множество специалистов и идиотов пыталось это сделать. Гельмут Грант месяц запоминал координаты джант-площадки на Луне, представляя себе каждую милю 240 тысяч мильной траектории от Тайм-сквера до Кеплер-сити. Грант джантировал и бесследно исчез. Бесследно исчезли Энрико Дандридж, религиозный фанатик из Лос-Анджелеса, ищущий рай, Яков Мария Френдлих, парапсихолог, вздумавший джантировать в мета-измерение, и сотни других, лунатиков, самоубийц-любителей рекламы и сумасшедших. Однако через два поколения вся солнечная система свободно джантировала. На трех планетах и восьми спутниках ломались социальные, правовые и экономические структуры. Произошла революция на транспорте, в домостроительстве. Для предотвращения незаконного джантирования использовались лабиринты и маскирующие устройства. Один за другим пошли банкротства, падения, крахи, и, наконец, людьми овладела паника. Разваливалась джантная промышленность. Цверепствовали эпидемии. Бродяги разносили заразу по беззащитным районам. Малярия, элефантиаз и лихорадка пришли на север. В Англии после трехсотлетнего отсутствия появилось бешенство. Из какой-то забытой дыры на Борнео выползло и распространилось проказа. Волна преступности захлестнула планеты и спутники, когда дно сколыхнули новые возможности, открытые джантацией. Началось возвращение к худшему викторианскому ханжеству. Общество боролось с сексуальными и моральными угрозами джантации с помощью законов и табу. Безжалостная война разразилась между внутренними планетами, Венерой, Землей и Марсом, и внешними спутниками. Война, порожденная экономическим и политическим бременем телепортации. То был век чудовищ, выродков и гротеска. Весь мир разлетелся, как карточный домик, и дрожал на грани взрыва, который изменит человека и сделает его хозяином Вселенной. На фоне этого бурлящего столетия и началась история мести Гулливера Фойла. Часть первая. Голова первая. 170 дней он умирал и все еще не был мертв. Он дрался за жизнь с яростью загнанного в ловушку зверя. В минуты просветления его примитивный мозг вырывался из бреда и принимал боль гниющего тела. Тогда он поднимал немое лицо к вечности и бормотал. «Что там? Эй! Помоги, целитель! Помоги!» Погохульство давалось ему легко. Рогань была его языком всю жизнь. Он родился в сточной канаве 24 века. Воспитывался дном и говорил только на жаргоне. Цеплялся за жизнь и молился сквернослове. Иногда его заблудший мозг прыгал на 30 лет назад и вспоминал свою детскую песенку. «Гулливер Фойл меня зовут, если это имеет значение. В глубоком космосе я живу, и смерть – мое назначение. Гулливер Фойл – помощник механика третьего класса, 30-летний, тупой и грубый, 170 дней дрейфовал в космосе. Гулливер Фойл – смазчик, уборщик, грузчик, слишком легкомысленный, чтобы почувствовал горе, слишком сонный, чтобы изведать радость, слишком пустой для дружбы, слишком ленивый для любви. Литургические контуры его характера видны из архива торгового флота. Фойл Гулливер – образование никакого, навыки – никаких, достоинства – никаких, рекомендации – никаких. Краткая характеристика – физически сильный, интеллектуальный потенциал подавлен отсутствием целей, типичный средний человек, не рекомендуется для дальнейшего продвижения. Фойл застыл в мертвой точке. 30 лет он плыл по жизни, как некое бронированное чудовище, неповоротливое и безразличное. Гуллифойл – типичный средний человек. Но теперь он дрейфовал в космосе, и ключ к его пробуждению торчал уже в замке. Вот-вот он должен был повернуться и открыть дверь в катастрофу. Разбитый космический корабль «Уномат» замер на полпути между Марсом и Юпитером. Собственно, от него остался лишь искореженный скелет, замерзший и молчаливый. Поломанные и погнутые оборудования, обломки машин и аппаратуры зависли внутри непроходимыми джунглями, постепенно сближаясь друг с другом под действием силы взаимного притяжения. Гуллифойл – единственный, кто остался в живых, занимал инструментальный шкаф на главной палубе. 4 фута в ширину, 4 фута в глубину и 9 футов в высоту. Никаких других герметических помещений тут не сохранилось. Шкаф имел размеры большого гроба. Шестью столетиями раньше самой изощренной восточной пыткой считалось поместить человека в такую клетку на несколько недель. И все же Фойл существовал в этой погруженной во тьму клетке 5 месяцев, 20 дней и 4 часа. Кто ты? Гуллифойл меня зовут. Где ты? В глубоком космосе я живу. Куда ты направляешься? Смерть – мое назначение. На 171-й день борьбы за свое существование Фойл ответил на эти вопросы и очнулся. Сердце его судорожно колотилось, горло пылало. Он схватился в темноте за резервуар с воздухом. Тот оказался пустым. Требовалось немедленно его заменить. И так день начнется с еще одной схватки со смертью. Это Фойл воспринял с немой покойностью. Он пошарил на полках своего шкафа и нащупал рваный скафандр. Другого на борту намада не было. Он заклеил дыру, а вот зарядить или заменить пустые кислородные баллоны на спине не смог. Воздуха в скафандре хватало на 5 минут. Фойл открыл дверь и ступил в черную стужу космоса. Вырвавшийся с ним влажный воздух превратился в крошечное снежное облако и поплыл по исковерканному коридору главной палубы. Фойл налег на пустой резервуар и вытолкнул его из камеры. Минута прошла. Фойл повернулся в сторону грузового отсека. Его движения были обманчиво медлительны. Он отталкивался от пола, стен, обходил скопление хлама, влетел в люк. Прошло две минуты. Как на всех космических кораблях, воздушные резервуары «Намада» располагались вдоль длинного киля, опутанной сетью труб. Еще минута на отсоединении. Фойл не знал, какой резервуар выбрал. Пуст он или полон, выяснится только в камере. Раз в неделю он играл в космический покер. Ушах зашумело. Воздух в скафандре быстро становился негодным для дыхания. Фойл толкнул массивный цилиндр к люку и кинулся вслед за ним. Прошло четыре минуты. Он провел резервуар по коридору главной палубы и открыл камеру. Фойл захлопнул герметическую дверь. Нащупал на полке молоток. Трижды ударил по промерзшему цилиндру в надежде ослабить клапан и с мрачной безысходностью повернул ручку. Из последних сил распахнул шлем, чтобы не задохнуться в скафандре, пока камера наполняется воздухом. Если в резервуаре есть воздух. Он потерял сознание, как и много раз до того. Возможно, навсегда. Кто ты? Гули Фойл. Где ты? В космосе. Куда направляешься? Фойл пришел в себя. Он был жив. Он не тратил время на благодарственные молитвы, а продолжал бороться за жизнь. Он обшарил в темноте полки, где держал пищу. Там осталось всего пара пакетов. Так как он все равно в скафандре, можно еще раз выйти в космос и пополнить запасы. Он снова выплыл на мороз и свет. Извиваясь, вновь прошел главную палубу. Не более чем крытый коридор в космосе. Наполовину сорванный люк висел на одной петле. Дверь в никуда, в чернильную пустоту и ледяные искрящиеся звезды. Минуя люк, он увидел случайно свое отражение в полированном металле. Гули фойл. Высокое черное создание, бородатые, покрытые коркой засохшей крови и грязи, изможденные с большими терпеливыми глазами. Потревоженный хлам тянулся за ним, как хвост кометы. На обратном пути, побросав пищевые пакеты, концентраты и кусок льда из взорвавшегося водяного бака в большой медный котел, фойл остановился и снова взглянул на себя. И в недоумении застыл. Он смотрел на звезды, ставшие старыми знакомыми за пять месяцев. Среди них оказался самозванец. А потом фойл понял, что смотрит на тормозящий космический корабль. Нет, пробормотал он. Нет. Он постоянно страдал от галлюцинаций. Фойл повернулся и поплыл назад в свой гроб. Затем взглянул опять. Все еще тормозящий космический корабль. Фойл поделился мыслями с вечностью. Уже шесть месяцев, произнес он на уличном арго. Нет, ты слушай меня, ты. Иду на спор. Смотрю еще. Если корабль, я твой. Но если нет, паря, скафандр прочь и с концами. Кишки наружу. Играем честно и все тут. Он посмотрел в третий раз и снова увидел тормозящий космический корабль. Это знак. Он поверил. Спасен. Фойл встрепенулся и бросился как мог к контрольной рубке. У лестницы, однако, взял себя в руки. Оставшегося воздуха хватит на минуту. Кинул на приближающийся корабль малящий взгляд. Рванулся в инструментальный шкаф и заполнил скафандр. Фойл поднялся на капитанский мостик. На пульте управления нажал кнопку «Световой сигнал». Две томительные секунды он мучился. Потом его ослепили яркие вспышки. Три тройных взрыва. Девять молитв о помощи. Он нажал на кнопку еще дважды. И еще дважды вспыхивали огни. И радиоактивные вещества в аварийных сигналах заполнили космос воем, который привит любой приемник на любой волне. Космический корабль выключил двигатели. Его заметили. Его спасут. Он переродился. Возликовал. Фойл нырнул в свой шкаф и открыл скафандр. Из его глаз потекли слезы. Он стал собирать имущество. Часы без циферблата. Их он исправно заводил просто для того, чтобы слышать их тиканье. Яйцерезку, на нитях которой он наигрывал незамысловатые мелодии. Разводной ключ с деревянной ручкой. Ее он сжимал в моменты тоскливого одиночества. Шаря по полу в темноте, он дико захохотал над собой. Фойл закрыл скафандр, помчался обратно на капитанский мостик и нажал кнопку «Свет». Из кормы намада ударил яркий белый луч. «Иди!» — хрипло молил Фойл. «Торопись, друг! Иди! Иди ко мне!» Полупризрачной грозной торпедой в конус света скользнул корабль, медленно и осторожно приближаясь. У Фойла на миг сжалось сердце. Так осторожно маневрировал незнакомец, что его можно было принять за вражеский корабль с внешних спутников. Потом проплыла знаменитая красно-синяя эмблема — торговый знак могущественного клана Престейна. Престейна с земли. Всесильного, милостивого, щедрого. Но мат тоже принадлежал Престейну. Фойл понял — к нему нисходит ангел с небес. «Милый!» — из того бормотал Фойл. «Ангел, унеси меня домой!» Корабль поравнялся с Фойлом. Его иллюминаторы горели теплым дружеским светом. Отчетливо виднелись на корпусе название и регистрационный номер. Ворга Т-1339. В одну секунду корабль поравнялся, в другую прошел дальше, в третью исчез. Друг отверг его. Ангел покинул. Фойл прекратил пританцовывать и бормотать. И замер. Его лицо застыло. Прыгнув к пульту, он замолотил по кнопкам. Аварийные посадочные взлетные сигналы засверкали безумным соцветием красок. А ворга Т-1339 удалялся беззвучно и неумолимо, вновь набирая скорость. Так в течение пяти секунд Фойл родился, жил и умер. После тридцати лет существования и шести месяцев пытки, Кулли Фойл, типичный средний человек, исчез. Ключ повернулся в замке его души и открыл дверь. То, что появилось, перечеркнуло среднего человека навсегда. «Ты прошел мимо», — с холодной яростью проговорил он. «Ты бросил меня гнить, как паршивого пса. Ты бросил меня подыхать, ворга». Ворга Т-1339. «Нет, так просто не уйдешь. Нет, я выйду. Найду тебя, ворга. Я убью тебя, ворга. Отплачу тебя, ты, ворга. Сгною, убью, убью. Я убью тебя насмерть, ворга». Копящая кислота ненависти оболила его плоть, завладела его душой, вылила скотское долготерпение и безразличие, сделавшее ничтожеством, и возбудила цепь реакций, которые превратят Гули Фойла в адскую машину. Он был одержим. Ворга, я убью тебя насмерть. Фойл сделал то, на что не способен ничтожество. Освободился. Два дня в пятиминутных вылазках прочесывал он обломки корабля. Потом хитроумным способом укрепил на плечах резервуар с воздухом и импровизированным шлангом соединил его со шлемом. Извивался по коридорам, как муравей, тащащий соломины, но обрел свободу передвижения. Он думал. Он научился пользоваться немногими уцелевшими навигационными приборами, до дыр зачитав паспорта и руководство, разбросанные по контрольной рубке. За 10 лет космической службы ему и в голову не приходила такая мысль, несмотря на обещанные продвижения и деньги. Зато теперь его ждал Ворга. Намад дрейфовал по эклиптической орбите в 300 миллионах миль от Солнца. Перед ним расстилались созвездия Персея, Андромеды и Рыбы. Прямо впереди завис пыльный оранжевый диск Юпитера, ясновидимый невооруженным глазом. Юпитер не был, не мог быть обитаемым. Подобно прочим планетам за поясом астероидов, он представлял собой колоссальный, замерзший шарм Тана и Аммиака. А четыре самых больших его спутника захлебывали с городами и людьми, теперь воюющими с внутренними планетами. Он станет военнопленным, но сохранит жизнь, чтобы свести счеты с Воргой Т-1339. Фойл осмотрел ходовой отсек Намада. В баках еще сохранилось топливо. Один из четырех хвостовых двигателей был работоспособен. Фойл восстановил систему подачи топлива в камеру сгорания. Баки находились на солнечной стороне корпуса, и температура держалась выше точки замерзания. Но в невесомости топливо не польется по трубам. Фойл перерыл судовую библиотеку и узнал кое-что о гравитации. Если заставить корабль вращаться, центробежные силы погонят топливо в камеру сгорания уцелевшего двигателя. Если воспламенить топливо в камере сгорания уцелевшего двигателя, несбалансированный импульс придаст Намаду вращательный момент. Но воспламенить топливо, пока корабль не вращается, нельзя. Как нельзя и раскрутить корабль, не воспламенив сперва топливо? Он нашел выход из тупика. Его вдохновил ворга. Фойл открыл дренаж и торопливо наполнил камеру вручную. Залил насос. Теперь, если воспламенить горючее, оно создаст достаточный импульс, чтобы сыграла свою роль центробежная сила. Он попробовал спички. Спички не горят в вакууме. Попробовал сталь и кремень. Искрами поджигают при абсолютном нуле космоса. Подумал о нитях накала. На борту Намада не было электричества, чтобы накалить эти нити. Он перерыл книги и справочники. Часто теряя сознание, не находясь на грани полного изнеможения, Фойл думал и действовал. Ворга пробудил его гений. Фойл принес лед из взорвавшихся резервуаров, растопил его и ввел в воду в камеру сгорания двигателя. Вода и топливо не смешиваются. Вода покрыла топливо тонким слоем. В химической лаборатории Фойл отыскал серебристую проволочку из чистого натрия и просунул ее через открытый краник топливопровода. Коснувшись воды, натрий жарко вспыхнул. От тепла занялось горючее. Кормовая юза выплюнула пламя с беззвучной вибрацией, сотрясая корабль. Несбалансированный импульс придал намаду вращательное движение. Появился слабый вес. А центробежная сила продолжала гнать топливо в камеру сгорания. Фойл не тратил время на ликование. Он покинул ходовой отсек и заспешил в контрольную рубку, чтобы кинуть последний решающий взгляд. Сейчас будет ясно, обречен ли корабль на вечное бессмысленное кувыркание в глубинах космоса или лег на курс к Юпитеру и с пассивними. Резервуар с воздухом превратился в почти непассивную тяжесть. Резкий толчок ускорения швырнул всю массу плавающих обломков назад, наподнявшегося на капитанский мостик фойла. Его подняло, понесло, покатило по всему длинному пустому коридору и кинуло в переборку. В фойл лежал, пригвожденный полутонной обломков, беспомощной, едва живой, пылающей жаждой мести. Кто ты? Где ты? Куда направляешься? Глава вторая Между Марсом и Юпитером раскинулся широкий пояс астероидов. Из тысяч известных и неизвестных, именованных и безымянных, остановимся на одном – крошечной планете, собранной ее обитателями из естественного камня и обломков кораблекрушений. Они были дикарями, ее обитатели, единственными дикарями 24 века. Потомки участников научной экспедиции, затерянные и полоненные в поясе астероидов 200 лет назад, ко времени, когда их нашли, наладили свою жизнь, построили свою культуру и предпочли остаться в космосе, собирая хлам и прибегая к варварским обрядам, выглядевшим карикатурами на научные методы, которые применяли их предки. Они называли себя ученым-людом. Мир быстро забыл их. Космический корабль «Номат» падал, кувыркаясь в бездну. Он проходил в миле от астероида, и ученый-люд схватил его, чтобы присоединить к своей планете. Они и нашли фойла. Расу начнулся, когда его торжествующе несли на носилках по естественным и искусственным проходам внутри астероида, сооруженного из камней и металлических обшивок. На некоторых из них еще не стерлись имена, давно забытые истории космоплавания. Королева Земля, Пустынник, Пустынник, Марс, Три кольца, Сатурн. Проходы вели в залы, хранилища, кладовые и дома, тоже сделанные из подобранных кораблей, цементированных в астероид. Фойла пронесли через древнее, гонемецкое суденышко, лосильский ледокол, тяжелый крейсер Скалисто, старый транспортник со стеклянными баками, еще заполненными дымчатым ракетным топливом. Рой собранных за два столетия останков, арсеналы, библиотеки, музеи одежды, склады механизмов, инструментов, еды, химикалиев и суррогатов. Толпа вокруг насилок победно ревела. «Дастат кол!» кричала она. Женские голоса восторженно завыли. «Бромистый аммоний – полтора грамма, бромистый калий – три грамма, бромистый натрий – два грамма, лимонная кислота! «Дастат кол!» «Дастат кол!» орал ученый люд. «Дастат кол!» Фойл потерял сознание. Потом вновь очнулся. Его извлекли из скафандра в оранжерее, занимавшей огромный старый рудовоз. Одна стена была полностью застеклена. Круглые иллюминаторы, квадратные иллюминаторы, алмазные, гексагональные, любой формы и материала. Казалось, что стену сотворил безумный ткач из лоскутков стекла и света. Сверкало далекое солнце. Воздух был горяч и влажен. Фойл обвел помещение затуманенным взглядом. Прямо перед ним скалилась дьявольская рожа. Щеки, подбородок, нос и веки были чудовищно размалеваны наподобие дикарской маски. На лбу виднелась татуировка «Джозеф». О в Джозефе перечеркивала крошечная стрела, превращая его в символ Марса, который использует ученые для обозначения мужского пола. «Мы — ученые люд», — сказал Джозеф. «Я — Джозеф. Это мои братья». Фойл вглядывался в обступившую носилке толпу. На всех лицах вытатуированы дьявольские маски. У всех лбы заклемены именами. «Сколько тебя носило?» — спросил Джозеф. «Ворга!» — прохрепел Фойл. «Ты первый, кто явился сюда живым за последние пятьдесят лет! Ты — могучий человек! Прибытие сильнейших — доктрина Святого Дарвина, в высшей степени научна!» «Достат кол!» — взревела толпа. Джозеф схватил Фойла за локоть, подобно врачу, меряющему пульс. Его судорожный искривленный рот торжественно сосчитал до девяносто восьми. «Твой пульс — девяносто восемь и шесть!» — объявил Джозеф, извлекая термометр и благоговейно выставляя его на показ. «В высшей степени научно!» «Тастат кол!» — подхватил Хор. Перед Фойлом появились три девушки с чудовищно разукрашенными лицами. Их лбы пересекали имена — Джоан, Мойра, Полли. В основании «о» каждого имени имелся крошечный крест. «Выбирай!» — велел Джозеф. «Ученый-люд следует естественному отбору. Будь научным в своем выборе! Будь генетичным!» Фойл в очередной раз потерял сознание. Его рука упала с носилок и коснулась Мойры. «Тастат кол!» Он пришел в себя в круглом зале и увидел груду ржавого оборудования. Центрифугу, операционный стол, поломанный рентгеновский аппарат, автоклавы, покореженные хирургические инструменты. Фойла, бредящего и что-то бессмысленно выкрикивающего привязали к операционному столу. Его накормили, вымыли и побрили. Двое мужчин раскрутили вручную древнюю центрифугу. Она ритмично лязгала, напоминая вой военного барабана. Собравшиеся, притопывая, затянули песню. Они включили старый автоклав. Тот закипел и забурлил, выплевывая шипящий пар. Включили рентгеновский аппарат. Ослепительные молнии короткого замыкания с треском раскололи наполненный горячим паром зал. Из обжигающего белого тумана вынырнула трехметровая фигура и замаячила перед столом. Это оказался Джозеф на ходулях в хирургической шапочке, маске и халате. «Нарекаю тебя намадом», – провозгласил он. Рев стал оглушительным. Джозеф перевернул над телом Фойла ржавую канистру. Запахло эфиром. Фойл утратил последние крохи сознания. Все поглотила тьма. Снова и снова медленно вплывал в орга Т-1339, обжигая плоть и спепеляя кровь. Фойл беззвучно кричал. Он смутно осознавал, как его мыли и кормили, плясали вокруг него и пели. Через некоторое время Фойл очнулся окончательно. Стояла тишина. Он лежал в постели. Та девушка, Мойра, лежала рядом с ним. «Ты…» «Кто?» – прохрепел Фойл. «Твоя жена, намад». «Что?» «Твоя жена. Ты выбрал меня, намад. Мы – гаметы». «Что?» «Научно спарены», – гордо объяснила Мойра. Фойл с трудом встал на ноги. «Где мы?» «Дома». «В чьем доме?» «В твоем. Ты один из нас, намад. Ты должен жениться каждый месяц и зачать много детей». «Это будет научно». «Но я первая». Фойл не слушал ее. Он находился в главной рубке маленькой ракеты постройки 2300-х годов, некогда личной яхты. Рубку переделали в спальню. С телом астероида ракету соединяли переходы. В двух крошечных каютах выращивались растения, обеспечивающие свежий воздух. Моторный отсек превратили в кухню. Ракетное топливо питало горелки на маленькой плите. Фойл отсоединил топливопровод от плиты и вновь направил горючее в камеры сгорания. За ним хвостом ходила Мойра с любопытством, наблюдая за его действиями. «Что ты делаешь, намад?» «Мне нужно выбраться», – пробормотал Фойл. «Мне нужно назад. Дело с воргой. Понимаешь, да, ты? Нужно назад. И все». Мойра испуганно попятилась. Фойл увидел выражение ее глаз и прыгнул. Он был так слаб, что она легко увернулась, потом открыла рот и испустила пронзительный крик. В этот момент кабину наполнил грохот. Джозеф и его братья колотили снаружи по корпусу, исполняя научный концерт для новобрачных. Фойл загнал Мойру в угол, сорвал ночную рубашку и связал свою нареченную, засунув ей в рот кляп. Она визжала изо всех сил, однако научный концерт заглушал все остальные звуки. Фойл наскоро подлатал моторный отсек. Он уже стал специалистом. Потом схватил извивающуюся девушку и выволок ее в шлюзовую камеру. «Ухожу!» – прокричал он на ухо Мойре. «Взлет! Прямо из астероида! Может быть, сдохнем! Все разлетится! Нет больше воздуха! Нет больше астероида! Предупреди их! Скажи!» Он вышвырнул Мойру, захлопнул и задраил люк. Концерт сразу прекратился. На пульте управления Фойл включил зажигание. Автоматически взревела взлетная сирена, зазвучавшая впервые за многие десятилетия. Фойл ждал, пока повысится температура в камере сгорания. Ждал и страдал. Ракета была вцемитирована в астероид. Ее окружали камни и металл. Ее дюзы упирались в корпус другого корабля. Фойл не знал, что случится, когда заработают двигатели. Его толкал на риск ворга. Из кормы вырвалась первая порция раскаленных газов. Раздался гулкий взрыв. Корпус задрожал. Нагрелся. Пронзительно заскрепела сталь. Затем ракета со скрежетом пошла вперед. Камень, стекло, железо разлетелись в разные стороны. Корабль вырвался в открытый космос. Его подобрали около Марса. Как обезглавленный червяк, Фойл извивался в старой космической рухляне, окровавленной, загноившейся, гангренозной. Его поместили в лазарет патрульного крейсера и закрыли к нему доступ. Даже резиновые желудки закоренилых космических бродяг не могли вынести подобные зрелища. По пути к Земле Фойл обрел сознание и бормотал слова, начинающиеся на «В». Он знал, что спасен, и теперь только время стоит между ним и мщением. Санитар услышал его ликование и заглянул за перегородку. Он не мог сдержать любопытство. — Ты слышишь меня? — прошептал тот. Фойл замычал. Он наклонился ниже. — Что случилось? Кто это с тобой сделал? — Что? — прохрепел Фойл. — Ты не знаешь. — Что? Что такое? Ты? — Подожди. Санитар исчез, джонтировав в подсобное помещение, и появился через пять секунд. Фойл зашевелился. Его глаза пылали. — Я вспоминаю. Не мог джонтировать на «Номаде». — Нет. — Забыл все. — Забыл. — Не помню. — Я… Он в ужасе отпрянул, когда санитар протянул ему изображение чудовищно изуродованного татуировкой лица, а также африканской маски. Щеки, подбородок, нос, веки были разрисованы тигренными полосами. На лбу надпись «Номад». Фойл широко раскрыл глаза и страшно закричал. Это изображение было зеркалом. Лицо его собственным. Глава третья. — Браво, мистер Харрис. Отлично. — Р, В. Ох, джентльмены. Не забывайте. Расположение, высота, окружение — это единственный способ запомнить джонт-координаты. — Не джонтируйте пока, мистер Питерс. Подождите свои очереди. Наберитесь терпения, будете джонтировать по классу С. — Никто не видел мистера Фойла? Куда он запропастился? — Вечный путешественник. — За ним не уследишь. — О боже, опять я думаю открыто. — Или я говорила, джентльмены? — Половина на половину, мэм. — Право же, это нечестно. Односторонняя телепатия — ужасное неудобство. — Поверьте, я вовсе не специально бомбардирую вас своими мыслями. — У вас приятные мысли, мэм. — Как это мило с вашей стороны, мистер Горгас. — Ну хорошо, класс. Все возвращаемся в школу и начинаем сначала. Робин Уэднесбери проводила практические занятия по джонтации с церебральным классом. Потеря памяти вследствие контузии. И это доставляло ее подопечным не меньше радости, чем детишкам. Они повторяли правила джонтации на перекрестках Нью-Йорка, хором выводя. — Р, В, О, мадам. — Расположение, высота, окружение. Робин была высокой, привлекательной негритянкой, умной и блестяще образованной. Правда, ей сильно мешал один недостаток — односторонняя телепатия. Она передавала свои мысли всему свету, но ничего не могла принимать. Однако, несмотря на взбалмошный характер и горячий темперамент, Робин Уэднесбери считалась методичным и внимательным инструктором джонтации. Класс пришел в школу, целиком занимавшую дом на 42-й улице, из Объединенного военного госпиталя. Они проследовали к необъятной по размерам джонт-площадке на Таймс-сквер и тщательно ее запомнили. Потом все джонтировали в школу и обратно на Таймс-сквер. Затем гучком прошли к башне Колумба и запомнили ее координаты. Джонтировали в школу через Таймс-сквер и вернулись тем же путем на площадь Колумба. Робин восстанавливала в памяти своих учеников, утративших способность к джонтации, основные пункты, самые крупные общественные джонт-площадки. Позже они будут запоминать новые и новые места. Побывают ли они там, трудно сказать, думала она. Это зависит не только от их способностей, но и от доходов. Ибо, чтобы запомнить место, надо побывать там и, стало быть, заплатить за дорогу. Такие круизы все больше становились привилегией сильных мира сего. «Расположение, высота, окружение», – нараспев повторял Робин Уэднесбери, и класс джонтировал от Вашингтонских высот до Гудзоновского моста полумильными шагами. Маленький сержант техник со стальным черепом внезапно заметил. «Так ведь высоты нет, мэм. На земле мы…» «Мы на земле, сержант Логан. Простите, наставление легко входит в привычку, а я сегодня никак не могу совладать со своими мыслями. Такие тревожные военные новости…» «Мы займемся высотой, когда станем запоминать площадки на небоскребах, сержант Логан». Робин обернулся. «Не тушуйтесь, Харрис. Смелее. Колебания рождают сомнения. Сомнение же означает конец джонтации. Сосредоточьтесь и прыгайте». «Я порой побаиваюсь, мэм», – сказал человек с тугой забинтованной головой. «А вдруг там уже есть кто-нибудь, и я прямо в него?» «Но я же объяснял много раз. Каждая площадка рассчитана на нагрузку в часы пик. Вот почему личные джонт-площадки такие маленькие, а площадка на Таймс-сквер в две сотни метров шириной. Там вероятность столкновения меньше, чем шанс попасть на улицу под машину. Пока перебинтованный собирался духом, площадка внезапно ожила потоком прибывающих и отбывающих людей. Фигуры на миг появлялись, оглядывались, ориентивая себя, устанавливая новые координаты, и исчезали. При каждом исчезновении раздавался слабый хлопок, когда воздух заполнял место, только что занятое телом. «Внимание, класс!» – предупредил Робин. «Пожалуйста, сойдите с площадки». Рабочие в теплой тяжелой одежде, еще осыпанной снегом, направлялись на юг к своим домам после смены в северных лесах. Белохалатники с модлокозавода спешили в Сын-Луис. Из Гренландии, где уже полдень, ринулись на обед в Нью-Йорк толпы на крахмалиных садящих. Наплыв кончился так же неожиданно, как и начался. «Так, класс, продолжим!» – сказала Робин. «Господи, ну где же мастер Хоэл? Он вечно пропадает!» «С таким лицом, как у него, нельзя его винить!» «Он выглядит кошмарно, не правда ли, сержант Логан?» «Неужели нельзя как-то вывести эти отметины?» «Они пытаются, мисс Робин. Но ни один док пока не может здесь ничем помочь. Называется татуировка. А где же ему ее сделали?» «Бог знает, мисс Робин. Он у нас, потому что без памяти. Мозги напрочь отшил бы. Может, оно и лучше с таким лицом-то?» «Ужасно, сержант Логан. Не могла ли у меня случайно сорваться мысль и задеть чувства мистера Хоэлла?» Маленький человек с стальным черепом задумался. «Нет, но вряд ли. Вашими мыслями ему хи не обидят. А у Хоэлла чего задевать? Тупое бревно, он Хоэлл!» «Мне нужно быть осторожным, сержант Логан. Понимаете, вряд ли кому нравится знать, что о нем думает ближний. А мои мысли порой понятны, а меня не обидят. Я одиноко, я...» «Ну, пожалуйста, не слушайте. Не могу справиться». «Ага, вот и вы, мистер Хоэлл. Где вы пропадали?» Хоэлл возник на джамп площадке и тихо ступил в сторону. Плечи сгорблены, ужасное лицо опущено вниз. «Практиковался. Пробормотал он. Робин подавила отвращение и, подойдя к нему, ласково взяла за руку. «Вам следует больше бывать с нами. Мы же друзья. Не уединяйтесь». Хоэлл упорно не смотрел ей в глаза. Когда он угрюмо высвободил руку, Робин заметила, вся его госпитальная одежда была насквозь промокшей. «Он попал где-то под дождь. Но я слышала сводку погоды. Везде до Сен-Луиса сухо. Значит, он джонтировал дальше. Как же так? Ведь он не в состоянии. Потерял память и способность к джонтации. Он симулирует». Фоэлл яростно рванулся к ней. «Заткнись, ты!» Его кошмарное лицо судорожно исказилось. «Значит, вы симулируете?» «Чего ты еще знаешь?» «Что вы, дурак? Прекратите сцену. Они слышат тебя?» «Не знаю. Пустите меня». Робин повернулась в сторону. «Хорошо, класс. На сегодня достаточно. Все назад в школу и на госпитальный автобус. Первым джонтирует сержант Логан. Помните? Р. В. О. Расположение. Высота. Окружение». «Чего тебе надо, ты?» – пророчил Фоэл. «Денег?» «Тише. Успокойтесь. Не надо колебаться, Харрис. Джонтируйте. Я хочу потолковать с тобой. Подождите свои очереди, мистер Питерс. Не спешите. Ты продашь меня в госпитале?» «Конечно. Я хочу потолковать с тобой. Нет. Я жду в твоей квартире». «В моей квартире?» – Робин была испугана. «Грин Бэй. Висконси. Это абсурд. Мне не о чем говорить. О, или мисс Робин. О семье, например?» Фоэл ухморнулся, почувствовав ее ужас. «Вы не знаете, где я живу?» – дрожащим голосом проговорила она. «Я только что сказал. Или нет?» «Вы не можете джонтировать так далеко. Вы...» «Нет!» – Маска скремилась в усмешке. «Сама говорила, что я сниму то слово. Это так. Ну, давай, ты!» Робин в Эднесбере жила в большом доме, одиноко стоящем на берегу залива. Казалось, волшебник выхватил его из центра города и перенес прямо в хвойный лес. Такие здания не были редкостью в джонтирующем мире. Квартира состояла из четырех комнат, тщательно изолированных, чтобы защитить соседей от непрошенных мыслей Робин. Квартира была битком набита книгами, картинами, пластинками, спутниками эмоциональной и одинокой жизни несчастного человека. Робин джонтировал в гостиную на несколько секунд позже фойла, ждавшего ее со свирепым нетерпением. «Теперь ты знаешь точно!» – сразу начал он и яростно до боли сжал ее запястье. «Но ты никому не скажешь обо мне, мисс Робин!» «Никому!» «Отпустите меня!» – Робин ударил его по лицу. «Чудовище! Скотина! Не смейте касаться меня!» Пораженный на миг силы ее отвращения, фойл шагнул назад. «Итак, вы симулировали! Вы ничего не забыли! Но почему? Почему? Чего вы хотите?» Выражение джинного коварства появилось на кошмарном лице. «Я затаился в госпитале! Моя база, да?» «Я кое-что делаю, мисс Робин! Есть должок! Обязан отплатить! Должен знать, где один корабль!» «Кною! Ворга! Я убью тебя, Ворга! Я убью тебя!» Он замолчал. В его глазах сверкала дикая торжественность. «Робин попятилась! Ради бога! О чем вы?» «Ворга! Ворга Т-1339! Я нашел! Я, пока вы там учились скакать по перекресткам! Ворга в Ванкувере! Собственность Престейна из Престейнов! Слыхали, мисс Робин? Престейн – самый большой человек на Земле, и все! Но он не остановит меня! Я убью Воргу! И ты не остановишь меня, мисс Робин!» Фойл качнулся к ней, вплотную придвинув лицо. «Потому что я прикрываю себя! Я прикрываю все слабые места! У меня есть кое-что на каждого, кто может стать на пути к Ворге! Включай и тебя, мисс Робин!» «Нет!» «Да! Я узнал, где ты живешь! Там, в госпитале, знают!» «Я был здесь и прочитал твой дневник, мисс Робин! У тебя семья на Калисту! Мать и две сестры!» «Ади Бога! Когда началась война, таким, как ты, дали месяц, чтобы убраться из внутренних планет домой! Оставшиеся по закону стали шпионами!» «Ты на крючке, девочка!» Фойл разжал руку. «Ты у меня водой, девочка!» Он сжал руку в кулак. «Моя мать и сестры полтора года пытались покинуть Калисту. Наше место на Земле. Мы вот здесь, девочка!» «Повторил Фойл. Ты знаешь, как поступают со шпионами. Из них выколачивают сведения. Они выпотрошат тебя. Разрежут надчасти. Кусок за куском!» Робин закричала. Фойл сжал ее трясущиеся плечи. «Ты у меня в руках, девочка, и все! Ты не можешь дать мне убежать, потому что стоит мне сказать пару слов в разведке, и где ты тогда? Никто меня не остановит. Ни госпиталь, ни даже святой всемогущий Престейн из Престейнов!» «Убирайся, ты грязная, мерзкая тварь! Убирайся!» «Не нравится мое лицо, мисс Робин! И здесь ты ничего не сделаешь!» Внезапно он схватил ее и бросил на диван. «Ничего!» — хрипло повторил он. Преданный принципу показной расточительности, на котором основано все общество, Престейн из Престейнов держал в своем колоссальном особняке в Центральном парке лифты, внутренние телефоны и другие экономящие труд приспособления, исчезнувшие за ненадобностью с появлением джантаций. Его многочисленные слуги покорно ходили из комнаты в комнату, открывая и закрывая двери и взбираясь по лестницам. Престейн из Престейнов встал, оделся с помощью камердинера и парикмахера, спустился на лифте вниз и позавтракал. Его обслуживали дворецкий, лакей и официанты. После чего он прошел в свой кабинет. Когда средства связи отжили свой век, когда вместо того, чтобы звонить или слать телеграммы, гораздо проще джонтировать прямо на место и обсудить вопросы лично, Престейн сохранил телефонный узел с личным оператором. «Свяжите меня с Даггенхэмом», — приказал он. Курьеры Даггенхэма, Inc. была богатейшая и могущественная организация дипломированных джантеров, выполняющая любые общественные или конфиденциальные поручения. Плата — один кр за милю. Даггенхэм гарантировал, его курьер обойдет вокруг света за 80 минут. Через минуту после звонка на частной джанп-площадке возле особняка Престейна появился курьер Даггенхэма. Он показал удостоверение, и его провели через противоджанкный лабиринт. Как всякий член организации Даггенхэма, он был джантером М-класса, способным телепортироваться на тысячу миль за раз, знающим координаты десятков тысяч джанп-площадок. Считался блестящим специалистом обмана и уловок, экспертом по лести и крючкотворству, вымуштрованным до едкой эффективности и язвительной прямоты, свойственных курьерам Даггенхэма и отражавших безжалостность их основателя. Престейн спросил он, не тратя время на церемонии. «Я желаю нанять Даггенхэма. К вашим услугам. Не вас. Лично Саула Даггенхэма. Мистер Даггенхэм не оказывает услуг менее, чем за 100 тысяч кредиток. Даю в пять раз больше. Решено. Дело. Пире. По буквам, пожалуйста. Вам название ничего не говорит? Нет. Отлично. Даггенхэму скажет. П заглавные. И. Р. Е. заглавные. Передайте Даггенхэму. Мы узнали, где Пире. Его задача – достать Пире любой ценой. Через человека по имени Фойл. Гулливер Фойл. Курьер достал крошечную серебряную жемчужину. Мемеограф. Надиктовал инструкции Престейна и удалился без лишних слов. Престейн повернулся к оператору. Соедините меня с Регисом Шеффилдом. Через 10 минут после звонка в нотариальную контору Региса Шеффилда на частной джантплощадке возле особняка Престейна появился молодой клерк. Извините за промедление, слегка поклонился он, пройдя через лабиринт и представ перед Престейном. Мы получили ваш вызов в Чикаго, а у меня всего лишь класс Д. Ваш шеф ведет дела в Чикаго? В Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне. Он весь день джантирует из суда в суд. Я хочу нанять его. Это большая честь, Престейн, но мистер Шеффилд крайне занят. Он не может быть слишком занят для Пире. Простите, сэр, я не совсем... Вы не совсем. Шеффилд поймет. Скажите ему просто Пире и назовите сумму гонорара. А именно, полмиллиона. Какого рода действия требуются от мистера Шеффилда? Необходимо подготовить все законные средства похищения человека и основания не выдавать его армии, военному флоту и полиции. Ясно. Имя человека? Гулливер Фойл. Клерк повторил указания в мимиограф, кивнул и удалился. Престейн вышел из кабинета и по плюшевым ступеням спустился на половину дочери. В домах верхушки женщины жили в комнатах без окон и дверей, в комнатах, открытых лишь для джантирования членов семей. Так блюли мораль и охраняли целомудрие. К сожалению, Оливия Престейн была слепа и не могла джантировать. Ее апартаменты вели двери, которые оберегали вассалы в клановых ливреях. Оливия Престейн была альбиноской. Ее волосы были похожи на белый шелк, кожа – белый сатин. Ее ногти, губы, глаза были коралловыми. Она блистала красотой. Отличалась от других девушек и тем, что видела только в инфракрасном свете – с 7500 ангстрем до миллиметровых волн. Видела тепловые и радиоволны, электромагнитные поля. Оливия Престейн вела Гранд Леви – утренний прием в своей гостиной. Девушка выседала на парчевом троне под охраной Дуэни, управляя двором, непринужденно беседуя с десятками мужчин и женщин, заполнявших салон. Дочь Престейн оказалась изысканной статуей из мрамора и коралла, сверкая смотрящими, но не зрячими глазами. Гостиная представлялась ей пульсирующим клубком тепловых излучений – от горячих вспышек до прохладных теней. Она видела слепящие магнитные рисунки часов, огней и телефонов, распознавала людей по характерным тепловым узорам их лиц и тел, видела электромагнитный ореол вокруг каждой головы и пробивающийся сквозь тепловой фон тела сверкание вечно изменяющегося нервного и мышечного тонуса. Престейн не обращал внимания на свиту артистов, музыкантов и хлыщей, с удовольствием отметив присутствие именитостей. Сирс Робука, Жилета, Юного Сиднея Кодака, который однажды станет Кодаком из Кодаков, Бьюика из Бьюиков и Эр Месси 16-го, главу могущественного клана Сакс Гимбелей. Престейн засвидетельствовал почтение дочери, покинул дом и в запряженной четверкой карете направился в свою деловую штаб-квартиру на Уолл-стрит-99. Кучер и Грум носили ливреи с красно-черно-синей эмблемой дома Престейнов. Черный П на алло-голубом поле считалось одним из самых древних и благородных знаков в социальном регистре, соперничая с 57 клана Гейнса и РР династии Роллс-Ройсов. Нью-йоркские джантеры хорошо знали главу клана Престейнов. Седой, красивый, мужественный, безупречно одетый, с несколько старомодными манерами Престейн из Престейнов был воплощением социальной элиты. Он стоял так высоко, что нанимал кучеров, грумов, конюхов и лошадей для исполнения функций, которые простые смертные осуществляли джантацией. По мере подъема по социальной лестнице люди в те дни обозначали свое положение отказом от джантаций. Многообещающий бизнесмен разъезжал на маленьком спортивном автомобиле. Видного деятеля возили на каком-нибудь древнем Бентли или Кадиллаке. Руководитель большой коммерческой группы седлал дорогой велосипед. Его прямой наследник пользовался яхтой или самолетом. Престейн из Престейнов, глава клана Престейнов, владел каретами, машинами, яхтами, самолетами и поездами. Он стоял в обществе на такой высоте, что не джонтировал уже 40 лет и презирал выскочек и нуворишей, подобных Даггенхему и Шеффилду, которые все еще бесстыдно джонтировали. Престейн вошел в дом 99 по Уолл-стрит в свою святая святых. Храм Престейна, охраняемый его знаменитой джант-стражей в клановых ливреях. Он шествовал подобно грозному вождю среди покорных рабов. Был величественнее вождя, в чем, на горьком опыте, убедился докучливый государственный чиновник, дожидавшийся аудиенции. Несчастный пробился сквозь толпу просителей навстречу Престейну, когда тот проходил по коридору. «Мистер Престейн, я из департамента внутренних сборов. Мне необходимо повидаться с вами». Престейн смерил его ледяным взглядом. «Существуют тысячи Престейнов», — надменно произнес он. «Ко всем обращаются мистер. Но и я, Престейн из Престейнов, глава дома и клана, первый в семье. И ко мне обращаются Престейн. Не мистер Престейн, а Престейн». Повернулся и вошел в кабинет. Хор служащих приветствовал его невнятным. «Доброе утро, Престейн!» Престейн кивнул, улыбнулся улыбкой Василиска. Сел за необъятный стол и знаком велел докладывать. Он презирал мимеографы и прочие механические вспомогательные устройства. «Состояние предприятий клана Престейн. Средний курс по Нью-Йорку, Парижу, Цейлону». Престейн раздражительно махнул рукой. «Необходимо посвятить нового мистера Престу, Престейн». Престейн сдержал нетерпение и прошел через утомительную процедуру приведения к присяге 497-го мистера Престу, который в Престейновской иерархии управляли магазинами розничной продажи. До недавних пор этот человек имел свое собственное лицо и тело. Теперь, после 10 лет осторожной проверки и тщательных испытаний, его причислили к лику Престу. В результате 6 месяцев хирургии и психообработки он стал совершенно неотличим от остальных 496 мистеров Престу и идеализированного портрета, висящего за троном Престейна. Добрый, честный человек, напоминающий Авраама Линкольна, человек, которого нужно любить, которому можно доверять. В каком бы уголке света вы что-либо не покупали, вы оказывались в одном и том же магазине Престейна и имели дело с отечески заботливым мистером Престу. С ним соперничали, но не могли его превзойти. Мистер Квик, клана Кодаков и дядюшка Монти Монтгомери. По завершении обряда Престейн резко поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. В кабинете остались лишь высшие чины иерархии. Престейн мерил комнату шагами, с трудом подавляя бурлящие нетерпения. Он никогда не ругался, но его выдержка наводила больший ужас, чем брань. «Фойл», – сдавленно проговорил он, – «подонок, шваль! И я, Престейн из Престейнов!» «Но этот человек стоит между мной и...» «Извините, Престейн, сейчас 11 часов по западному времени, 8 по атлантическому». «И что?» «Я хочу напомнить, в 9 состоится церемония запуска. С ванкуверских стапелей сходит корабль «Престейновская принцесса». Установление трехмерного контакта со стапелями займет некоторое время, так что нам лучше...» «Я буду присутствовать лично». «Лично?» – поперхнулся советник. «Но мы не можем за час долететь до Ванкувера, Престейн. Мы...» «Я джантирую!» – ряхнул Престейн из Престейнов. Таково было его возбуждение. Его ошеломленный штат начал готовиться. По всем концам страны помчались гонцы, расчищая частные площадки. Престейно отвели к площадке его Нью-Йоркской цитадели. Она представляла собой округлую платформу в закрытой наглухой комнате без окон. Маскировка и предосторожности были необходимы для предотвращения непрошенных визитов, чтобы невозможно было узнать и запомнить чант-координаты. В тех же целях все дома и конторы имели запутанные лабиринты у дверей. Для джантации нужно, среди прочих вещей, знать точно, где находишься и куда направляешься, иначе у вас нет шансов попасть куда-либо живым. Нельзя джантировать из неопределенной точки, точно так же, как нельзя прибыть в неизвестный пункт. Подобно стрельбе из пистолета, надо знать, куда целиться и за какой конец держать оружие. Единого взгляда через окно или дверь может быть достаточно для опытного человека, чтобы запомнить РВО-координаты. Перешагивая по 100 миль, Престейн пересек континент и прибыл к ванкуверским стапелям ровно в 9 часов по атлантическому времени. Он покинул Нью-Йорк в 11 и выиграл 2 часа. Такие вещи были тоже обычным явлением в джантирующем мире. Почтительно выждав секунду, рядом появился его штат. Квадратная миля неогороженного бетона, какая изгородь может остановить джантера, выглядела белой скатертью, на которой концентрическими окружностями выложены черные монеты. Однако при внимательном рассмотрении монеты оказывались 30-метровыми провалами шахт, уходящими вглубь земли. Каждую такую пасть окружали здания, конторы, контрольные пункты, хранилища. Это были взлетно-посадочные колодцы, сухие доки строительных стапелей. Космические корабли, как и морские суда, не в состоянии самостоятельно противостоять оковам тяготения. Земная тяжесть расколет корабль словно пустую скорлупку. Корабли строили в глубоких колодцах, на специальных подпорках, поддерживаемые антигравитационными экранами. Из таких же колодцев они взлетали, взбираясь по антигравитационному лучу, и в них же садились. Когда свита Престейна ступила на ванкуверские стапели, часть колодцев была занята. Из некоторых поднимались носы или корпуса кораблей, окруженные группами рабочих. В центре находились три транспорта класса В. Вега, Весталка и Ворга. Вокруг них суетились люди, вспыхивали огни ремонтной сварки. У бетонного здания с надписью «Вход» свита Престейна остановилась перед светящимся предупреждением. Входя на территорию без разрешения, вы подвергаете свою жизнь опасности. Всем вручили значки посетителей. И даже Престейн из Престейнов покорно приколол его к костюму, зная, чем может закончиться вторжение беззащитного значка. Свита двинулась дальше, пока не достигла шахты 0-3, украшенной цветами Престейна. Рядом находилась трибуна. Заиграл, засверкал медью оркестр. Одна нота обезумела и полезла все выше и громче, пока не перекрыла весь оркестр и изумленные восклицания. Тогда Престейн понял. Ревет сирена. На территорию проник посторонний, человек без значка сотрудника или посетителя. Сквозь оглушающий рев еле доносились хлопки воздуха. Эта джантирующая охрана занимала свои места по необъятному полю. Личная джант стража Престейна быстро сомкнулась вокруг него. Над бетоном раздался усиленный мощными динамиками голос. На территории посторонний, на территории посторонний, направляется к шахте Е9. «Кто это сюда ворвался?» – скричал советник. «Я догадываюсь», – спокойно произнес Престейн. «Видимо, он здесь чужой, раз не джантирует. Я догадываюсь и об этом». Посторонний приближается к шахте Д5. Д5. Внимание! О, Господи, что ему надо?» – забеспокоился советник. «Вам известны мои правила, сэр». Холодно отчеканил Престейн. «Ни один служащий не может в суе произносить святое имя. Вы забываетесь». «С5. Внимание! Посторонний приближается к шахте С5». Советник тронул Престейна за рукав. «Он идет сюда, Престейн. Укройтесь!» «Нет!» «Пристейн, на вас уже трижды покушались. Если... Как мне подняться наверх?» «Пристейн, помогите мне!» С помощью отчаянно протестующего советника Престейн взошел на трибуну, чтобы наблюдать, как поведет себя клан в борьбе с опасностью. К центру событий с дальних концов стягивалась охрана. «Посторонний двигается к Б-3». Престейн посмотрел на шахту. Рядом с ней возникла фигура бегущего человека, высокого мужчины в голубом больничном халате, с копной всклокоченных черных волос и искаженным мертвенно-бледным лицом. Его одежда дымилась, нагретая защитным индуктивным полем. У шеи, локтей и коленей плясали огни пламени. «Внимание! Б-3! Внимание! Б-3! Охрана! Завершить окружение!» Раздались крики и отдаленные выстрелы. На чужака бросилось с полдюжины рабочих в белом. Он раскидал их, как кегли, и рванулся к шахте, откуда торчал нос ворги. Его одежда пылала. Неожиданно нарушитель остановился, сунул руку в горящую куртку и вытащил черный предмет. Конвульсивным движением корчащегося в смертных мугах зверя зубами он вырвал какую-то деталь и высоко швырнул предмет в сторону ворги. В следующий миг его сбили с ног. «Взрывчатка! Внимание! Всем укрыться! Взрывчатка!» «Пристейн!» – взвал советник. Пристейн стряхнул его и взглядом следил, как летит к ворге, кувыркаясь и блестя на солнце черная бомба. На краю шахты ее подхватил антигравитационный луч и бросил наверх гигантским незримым пальцем. Все выше, выше, потом ослепительно полыхнуло и через мгновение титанический взрыв заложил уши. Пристейн спустился с трибуны, подошел к пульту и коснулся пусковой кнопки принцессы. «Доставьте мне этого человека, если он жив!» – бросил он советнику. И нажал кнопку. «Нарекаю тебя! Сила Пристейна!» – ликующий крикнул он.